Всем привет! Меня зовут Алексей. Я также известен под синтонимом Атом. Вы, возможно, видели меня на канале Миллионов Доллар. И теперь я приветствую вас на канале Ольга и Сергей. Мы находимся в красивейших уголках нашей Родины, на полуострове Крым, в поселке Орджоникидзе. Это между Феодосией и горами Коктебеля, долиной Синьегор. Здесь много-много очень интересных, красивых мест. И сейчас мы с вами придем в одной из таких. Итак, мы находимся в тире Кудыкина гора. Это лучный арбалетный тир, находящийся на базе стадиона Динамо в поселке Орджоникидзе. И нас приветствует Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Очень приятно, здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Ну, пару слов сейчас расскажем про сам тир, а потом проведем семинар по метанию ножей. Добро пожаловать. Итак, пару слов про сам тир. Здесь прекрасно сделанная галерея различного вида мишени. Какая здесь боевая дистанция? До 35 метров. До 35 метров здесь можно проводить тридцать. Здесь у нас есть мишени, как есть либо из лука, так и из арбалета. Это некий аналог охоты. Да. Скажем так. В последнее время стала популярна такая вещь, как 3D-тир. Соответственно, вот мишени в виде животных, они устанавливаются на разной высоте, потому что классически стрельба и звук предполагает, ну, плоскую дистанцию полета. Здесь же мы можем и вверх, и вниз. Это несколько усложняет процесс, но это же и делает его интереснее. Дмитрий, а какие тут соревнования проводятся? В начале лета мы проводили соревнования Кудыкины горы, лучный 3D-турнир возле поселка Орджоникидзе. Вот в октябре месяце у нас будут проведены соревнования под Севастополем, крымский трофей. А завтра вот еще что-то намечается у вас, да? У нас завтра будет 3D-тренировка в лесу, в тех реальных условиях, в которых проходит у нас крымский трофей. Кстати, ребят, возможно, мы с вами увидим эту тренировку завтра. Было бы очень здорово. Ну, пару слов добавлю. В общем, если вам посчастливится когда-нибудь оказаться в Коктебе или в Феодосии, или здесь в Орджоникидзе, обязательно приходите и попробуйте. И если же вы вдруг окажетесь в Москве, приходите в Тирк-Скиф. Там же находится Тирк, где преподаю я. И огромный привет Дмитрию Луцкому из Феодосии, из побережья. Подправитесь, пожалуйста. Вот Орджоникидзе, набережная, и вот видите такой стенд стрельба из лука. Вот здесь и находится этот клуб «База Динамо». И сейчас начинается семинар. Алексей Атом, канал Атом ТВ, будет его проводить. Всех приветствую, любителей, профессионалов, интересующихся. Поговорим про метание ножа. Начнем с того, ну просто расскажу про само метание штаной себе представляет. Значит, исторически, исторически, в процессе метания участвует трицепс руки, тело помогает, и с помощью мышцы мы делаем маховое движение рукой вперед. При этом нам приходится понимать, какой у ножа баланс чувствовать, да, то есть отхвата у нас зависит, насколько он у нас будет вращаться. Ну, отхвата также от положения кисти, а также от скорости, с которой мы выпускаем нож. При этом нож в полете у нас вращается. Ну, там есть много разновидностей, да, смысл такой, в силу того, что это все, везде нож вращается, эту технику мы будем называть классической. Соответственно, здесь какая особенность, что мы привязаны к дистанции. Так или иначе, мы должны учитывать, и учитывается это, и в зависимости от веса ножа, в зависимости от его конфигурации, нам приходится подстраиваться. Ну, в классике есть такой момент, что чем тяжелее нож, тем проще им управлять. Поэтому вот когда проводятся соревнования или что-то, спортсмены берут все ножи потяжелее, грамм под 300, и, соответственно, ими управляют. Ну, здесь что можно сказать? Здесь в этой технике достигается очень высокая точность, практически филигранная. Я видел, что попадают два ножа, третий между ними, может, раздвигает их, либо попадают чуть ли не в щели отверстия между блоками в стенде. Потрясающую точность это дает, но это требует года тренировок. Тем не менее, мы не вот так вот стряхиваем, а вообще-то вот так вот. А почему бы это не применить на метании? Ну, я просто бы объясню, почему. Градость при стряхивании градусника у нас мышцы практически не задействуются. У нас легкое движение рукой происходит, волкать бегает вверх-вниз, и вот это маховое движение позволяет достичь высокого углового ускорения. Ну, в градуснике в том случае. Вот это угловое большое ускорение, оно создает на кончике очень сильное давление. То есть, фактически, с центрами масса смещается в кончик. Этот же принцип мой тренер применил на метание. Сейчас попробуем позабрать. Соответственно, градусник мы вот так стряхиваем, здесь мы должны туда его стряхнуть. Вот, имитируем тот же самый. Летит, как ни странно. Ну, вот такое у нас произошло с вами знакомство с тиром с клубом «Лучники Кафы». Напомню, это поселок Орджоникидзе под Феодосией, стадион «Динамо». Очень красивое место, прямо на берегу моря. Замечательные виды, так что приходите, занимайтесь, занятия тут очень интересные. Вас научат стрелять из лука, из арбалета, метать ножи. И вообще, тут здорово и красиво. Ну, я надеюсь, мы с ними еще увидимся и не раз. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»